Среди всех этих слов, среди всех этого учения, этих фраз, у меня так много мыслей возникает, идей, которые я тоже хочу делиться, которым я хочу делиться с вами. Те из вас, кто являются родителями, не хотелось бы вам поступить таким образом. Взять весь тот опыт, который есть у вас, и передать полностью своим детям так, чтобы они не повторяли тех же ошибок, что делали вы. Если бы только вы могли передать им самое лучшее, не самое плохое, а самое лучшее, что у вас есть. Я таким же образом чувствую себя в отношении к вам. Не то, что я не хочу, чтобы вы не совершили этих ошибок, что я. Уверен, что я старше всех вас здесь. Христианин я дольше, чем кто-либо здесь. И это только для сказать, что я учусь так много вещей, что я хочу избавить вас от совершения моих ошибок. Я хочу передать вам весь мой жизненный опыт, чтобы вы взяли от этого какую-то пользу для себя. Многие из вас достаточно новые верующие, недавно уверовали. One thing I've learned is, it's not how you start the race, but how you finish the race that counts. То, что я понял, что то, что будет зачтено, это не то, как вы начинаете гонку, а как вы ее заканчиваете. И христианская жизнь, это не спринтерский бег на сто метров. Но это марафон. И то, что будет зачтено, как мы завершим его. Павел говорил, что хочет завершить свою жизнь с радостью. И я знаю многих христиан, которые где-то в какой-то момент своей жизни упали. Разочаровались. Они очень быстро бегут некоторое время. И затем у них заканчивается бензин. И они падают. И вы спрашиваете, где же они? И Господь хочет, чтобы вы завершили ваше соревнование, ваше ралли. И когда вы пересечете черту финишную, Он скажет, хорошо сделано, добрый и верный раб. В моей жизни было очень много пророчеств. У меня есть книжка с пророчествами. Моя wife и я имеют серебряная записная книжка. И там есть все те слова, которые Бог дает мне через других людей. И они замечательны. Они замечательны, эти слова. И я читаю их время от времени. Я перечитываю их. Некоторые из них исполнились. Некоторые нет. Некоторые могут быть от Бога. А некоторые могут быть не от Бога. Но то, что изменило мою жизнь во все эти годы, Это личные откровения о Боге. Которые Он дает лично мне. Или которым меня научили. Они изменили мою жизнь, мой взгляд на Него. То, что враг хочет сделать в нашей жизни, Разочаровать нас. Разочаровать, разочаровать, разочаровать. Во многом. Разочаровать. Не так много плода, как я ожидал. Плода в служении. Люди, которые оборачиваются против меня. Предательство друзей. Все это происходит со всеми нами. И то, что поддерживает нас, Это благодать Бога. Знание Господа. Познание Бога. И Его работа внутри нас. И в притчах очень много говорится. И то, о чем я поделился, о праведности, о оправдании. И насколько Бог любит тебя. И это настолько глубоко внутри нашего сердца. Настолько важно. И это настолько важно в жизни. Это более важно для меня, чем все те пророчества, которые у меня были. Потому что я на самом деле знаю, что Господь любит меня. Где-то три года назад я был на ретрите служителей. И я, через что я проходил, я просто сгорел внутри. Перегорел. Многие годы я был пастором. И я просто живу мою жизнь. Но у меня не было настоящей радости. Настоящей страсти по Богу. Вы знаете, в церкви много людей, и когда вы делаете ошибку, к вам оборачиваются и могут создать неприятности. И я был разочарован. Я был на похожей встрече, на одной конференции. Мы поклонялись Господу. И просто ни из чего Дух Святой говорит мне. Вы ожидаете, что Дух Святой будет говорить вам? Это не может быть каждый день, каждую неделю. Но когда Он говорит, это изменяет вас. Он сказал мне два слова. Это то, чем я нуждался. Что мне нужно было услышать. Это не может быть для каждого из вас, но в какой-то степени это не подходит. Но в какой-то степени все-таки можно сказать каждому. Эти два слова были исполнение и ожидание. Вы понимаете, что это исполнение и ожидание? Это переводится хорошо? Хорошо. Он просто сказал, что Он знал мое сердце. Он знает меня лучше, чем кто-либо. Лучше, чем жена. Или лучшие друзья. И Он знал, что внутри меня существует этот работник. Который работает на Бога. Бог сказал мне оставить бизнес, стать пастором. Я послушался Его. Но теперь, много лет спустя, я все еще работаю, все еще слушаюсь. Но Он знал, что внутри своего сердца я несу бремя исполнения и ожидания. И Он хотел поднять это с меня. И поэтому, возможно, то, что я хочу сказать своей жизнью другим. Что никогда Иисус не хочет помещать на наши плечи тяжелое бремя исполнения работы, качество исполнения работы. Он просто хочет, чтобы вы жили каждый день в Его благодати. Слушались то, что Он хочет от вас. И оставляли результаты Ему. И вы все в библейском колледже. И я надеюсь, что у вас очень много ожиданий. Хотите делать великое для Бога. И это замечательно. И так и будет. Но вы не знаете будущее. И возможно, не будет так, как вы это планируете. И возможно, 10 лет спустя вы проснетесь. И вы разочарованы. Сожжены внутри. И я хочу, чтобы вы вспомнили этот день. Это не в исполнении и ожиданиях. Это в понимании Его благодати в своей жизни. Один стих изменил больше христиан, чем больше христиан, которых я могу только знать. Павел получает откровение. Что Христос в Нем. И это надежда славы. Откровение о том, что Христос находится внутри вас. И не то, что вы делаете что-то для Него. Но то, что Христос делает через вас. И дело в том, чтобы вы капитулировали. И отдались Ему. И позволили, чтобы Он жил через вас. И когда вы позволяете этому происходить, вы не сгорите внутри. У вас будет радость Господа. Потому что вы не несете на себе бремя исполнения и бремя ожиданий. Следующая притча, которую я хотела бы рассмотреть, тоже в этой тематике. Все вы знаете притчу о талантах. Да? Мы все знаем притчу о талантах. Мужчина раздал таланты нескольким людям и пошел в путешествие свое. Он раздал им много денег. Одному пять талантов. Второму два таланта. А другому один талант. У пастора Сундея пять талантов. Может быть, у вас два таланта. Может быть, у меня один талант. И затем он ушел за очень долгое время и вернулся и осуществил аккаунты. Он ушел за очень долгое время, и затем возвращался. И первый слога говорит, я взял твои пять и увеличил сумму до десяти талантов. И он говорит, хорошо сделано, хороший, добрый, верный раб. Второй умножил, и его тоже похвалили. Хороший, добрый раб. И тот, кому был дан один талант, закопал себя в дворе, чтобы не потерять его. И приходит и говорит, Господь, ты дал мне один талант, вот, забирай то, что ты мне дал. И тот отвечает, ты злой и лукавый раб. По крайней мере, нужно было в банк поместить талант и дал бы мне процент. Поэтому эта притча о том, как использовать то, что есть у нас для работы в Царстве Божьем. Это притча не о том, сколько талантов или дыров есть у нас. Притча, суть притчи в том, чтобы использовать их. Не чувствуйте вину из-за того, что у вас нету пяти талантов. Возможно, у вас один малюсенький талант. Используйте его, умножьте его. И что Господь еще показал мне в отношении денег? Допустим, у вас десять тысяч долларов. Для того, чтобы умножить эту сумму, нужно рисковать. Это не просто поставить банк под пять процентов, но для того, чтобы умножить сумму, нужно рискнуть. И еще Господь показал мне, что Ему нравится, когда мы рискуем ради Него. Для некоторых из нас это трудно. Но Господу нравится, когда вы и я рискуем. Если вы сделаете это с правильными мотивами, правильным образом, Он любит это, Ему нравится это. Не глупость. Но рисковать, для того, чтобы умножить, и для того, чтобы возвратить это обратно Ему. Как Он мне показал, я ездил на мотоцикле. Вы, наверное, даже не сказали бы, что я так делаю. Мы с женой ездим на мотоцикле. Прошлый год Мы поехали в Америку на долгое время. Мы взяли в аренду Харли Дэвидсон. И в течение трех недель мы объездили в области Великого каньона. Моя жена сидела сзади. И мы так ехали. Хотя, для того, чтобы это сделать, нужно много готовиться. Я начал ездить снова и взял участие. Я начал ездить снова на мотоцикле и взял участие. Так как я снова возобновил езду на мотоцикле, и мне надо было взять уроки для этого. Я научился, как ездить безопасно, потому что жена сидит сзади. Мы купили необходимую одежду, купили кожаные штаны, кожаную куртку. И мы ездили в пустыне, где очень жарко. И на нашем шлеме я поставил как солнечное стекло, чтобы мы могли видеть в солнце. И на нашем шлеме я такое противосолнечное стекло поставил, чтобы можно было видеть. Из Южной Калифорнии, где живет мой сын, мы уехали на наш отпуск. И в наших шлемах был такое радио, микрофон, и мы могли общаться друг с другом, даже когда мы ехали по дороге. С помощью этого приспособления. Поэтому мы отъехали, только я говорю своей жене, Господь, я хочу, чтобы Ты сказал мне что-то в то время, когда мы будем в этой поездке, в мотоцикле. Я говорю, Господь, проговори к нам. Через одну милю Господь говорит мне. Единственное, что я услышал за эти три недели. Мои четыре ребенка переживали мамочки и папочки. Они думали, что мы сошли с ума. Они не хотели, чтобы мы попали в аварию. Но Господь не переживал. И то, что Он мне сказал, я мог увидеть, как Он улыбался и был счастлив из-за того, что мы рисковали. И мы поехали в путешествие, которое было рискованным. И Он сказал мне, что Ему это нравится. Мы подготовились. Мы не были глупыми. Но благодаря нашей подготовке степень риска была уменьшена. Но все еще рискованно. И Богу это нравилось. Некоторые из вас просто рискованные люди, и это вам нравится. Но некоторые из нас не любят идти на риск. Возможно, мы хотим взять свой талант и спрятать его в земле. Возможно, вы думаете, что у вас нет никаких талантов. И когда вас просят что-либо сделать в церкви или в школе, вы говорите, нет, нет, пускай кто-то другой делает. Господь говорит, делай. Иди и делай это. Возьми это. Возможно, у тебя не получится. Все равно. Рискни. Потому что вы сможете умножить свои таланты если будете рискованными. Аминь. Существуют две очень похожие притчи. Притча о талантах. И параба о минусах или паунтах. Минус. Как это переводится? Вторая притча в 19 главе Луки. В 11 стихе. Моя библия говорит, это параба о 10 минусах. Что вы говорите? Притча о минах. Да? Хорошо. Помните, как раньше я сказал сегодня? Иисус говорил своим ученикам, каким будет Царство Божье. Потому что Он уходил на долгое время. Фарисеи ждали земное Царство, которое наступит сейчас. Если Иисус Мессия, тогда Он должен был править Иерусалим и прежде вернуть правление римлян. Но Иисус этого не собирался делать. Он планировал умереть за них на кресте. И Пойти в далекую страну. И возвратиться 2000 лет спустя. Или около того. Поэтому что же должны делать Его дети, пока Его нет? Должны ли мы быть как спящая красавица и проснуться, когда Он возвратится? Нет. Итак, читайте Луки 19, 11. Он говорит так. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Это было на Песах. И вероятно, 2 миллиона человек пришли в Иерусалим в то время. В Иерусалим. Там была радость, там было ожидание. И Иисус произвел большое возмущение в народе. И многие думали, что вот-вот что-то произойдет. И знаете, когда Иисус въехал в Иерусалим на осле, то они бросили пальмовые ветви перед Ним. И говорили, «Осана, сын Давида». Это было мессианское слово. И как верующие верили, Он был Мессией. Ветви, которыми они махали и полагали на землю. Это является частично обрядом на праздник Кущи. И это все относится, все связано с Мессией. Поэтому тысячи или сотни тысяч, возможно, ожидали, что Он придет в Иерусалим и установит свое царство. Они ожидали, что царство мгновенно возникнет. И когда Иисус вошел в Иерусалим, Он рассказал им эту притчу. Так как Он понимает, что они будут разочарованы. Что их Мессия будет убит на кресте. Видите ли, как они были разочарованы. И как Петр сразу по распятии Христа возвращается в Галилею и снова продолжает ловить рыбу. Он был разочарован. Он думал, что Иисус – это Христос, Сын Бога. А теперь Он мертв. И поэтому это относится к нам. Когда что-то мы ожидаем, а этого не происходит, то мы можем обратиться к этой притче. Луки, 19 глава, с 12 по 27 стихи. Так сказал. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, заверну в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь чего не клал и жнешь чего не сел. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий и беру чего не клал, и жну чего не сел. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью. И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними. Приведите сюда и избейте передо мною. Эта притча очень похожа на притчу о талантах. Некоторые комментаторы думают, что это одна и та же история. Но я не думаю, что это та же история. Существует одна очень большая разница. Так как в притче о талантах слугам было разное количество талантов. Но здесь у него слуги, и каждый получил по одной мине. Каждому было дано одно и то же. О чем бы Иисус не говорил в этой истории, У вас и у меня есть одно и то же. И суть в том же, не будьте праздными до тех пор, пока я не вернусь. И обе эти притчи указывают на то, что Иисус очень серьезно относится к тому, как мы проводим нашу жизнь, как мы ее тратим, используем. Однажды, когда Он возвратится, Он сведет счеты. И когда Он возвратится, мы, как христиане, не будем судимы о нашем спасении. Мы были оправданы. И стали праведными. Кровью Иисуса. Но Он не хочет, чтобы мы спали. Он хочет, чтобы наша жизнь была для Него. Чтобы играла какое-то значение для Него. И эти притчи учат нас, что делать нам с нашей жизнью, пока Его нет. Я думаю, что есть две вещи, которые вы и я были дадим в common. Я не знаю, что есть у меня и у вас. Не знаю, что имел в виду Иисус, но мне приходят в ум две вещи. Первое, что у каждого из нас есть одна жизнь. И Он не хочет, чтобы мы сожалели о стиле нашей жизни. Я хочу вас приглашать сейчас, где вы в жизни, какого летом вы вы. И независимо, где вы находитесь, в какой ситуации находитесь в вашей жизни, сколько вам лет. Но те решения, которые вы принимаете в отношении своей жизни, чтобы эти решения не привели вас к сожалениюм в будущем. И мы хотим, чтобы это было зачтено в Царстве Божьем. Как вы будете управлять своей жизнью? Что вы будете с ней делать? Как я сказала вчера, еврейский взгляд на Бога такой, Богу принадлежит все. И Писание говорит, что Он купил вас и меня, кровью Иисуса. Поэтому мы Его. Поэтому будем ли мы хорошими Его правителями? Если это значит, что мы уменьшим себя. И если это имеется в виду Иисус, тогда что же мы должны умножать? Потому что один слуга взял одну мину и умножил до десяти. А другой до пяти. И так же Его беспокоит не количество, не количество, но тот факт, что мы будем умножать себя. Мы на земле, как последователи Иешуа, как христиане, мы должны умножать себя. Если вы родитель, во-первых, как мы можем умножить себя, когда мы евангелизируем наших детей и внуков, или соседей, или членов семьи, в Англии, я не знаю, если это так, в Англии, они верят, что религия – это личное дело, это приватное дело. Это личное, никогда меня не спрашивай об этом. И никому не рассказывай об этом. Такие англичане. Некоторые из них. Но Иисус так не говорил. Он говорит, что мы свет на горе, мы соль, чтобы умножать себя. И так как вы в библейском колледже, я знаю, что вы это знаете. Возможно, многие из вас хотят идти в Израиль. И говорить евреям, что Иешуа – их Мессия. И вот что означает умножить себя. И это то, что мы должны делать, пока Его нет. Это дело в Царстве Божьем. И мы должны расширять Царство. И Дух Святой будет работать через нас, чтобы достичь этого. И вторая вещь, что дано нам всем. То же самое. Всем нам дано Евангелие. Возможно, это звучит, как пустые слова для вас, потому что вы все это знаете. Но когда я изучал эту притчу, она опустилась глубоко в мое сердце. Что вам и мне дана истина о жизни. Это сокровище. И оно придает смысл жизни. Это не просто спасение. Но все в мире приобретает смысл. И я уверен, что когда вы едете в каком-то транспорте, поезд, автобус, автомобили, смотрите в глаза людям и понимаете, что они не знают, для чего этот мир, вокруг чего он вертится. Когда я смотрю в ваши глаза, я вижу жизнь. Свет жизни находится внутри нас. Поскольку у нас есть понимание Евангелия. Это не просто Иоанна 3,16. Помню, когда мои дети росли. Мои младшие были где-то 5, 6, 7 лет. И мы смотрели новости или что-то по телевизору. И мы слушали так называемых экспертов, что они говорят. И мои дети смотрят на этого дядю и говорят, папа, он не прав. Это не так. Мой 7-летний знал больше, чем эксперты по телевизору. Потому что у них было Евангелие. У них было библейское мировоззрение. Теперь мои дети взрослые. И они понимают, что происходит в мире. Они понимают, что происходит в Израиле. Они знают, что Израиль – это центр дел Божьих. Они знают, что такое жизнь. В чем смысл. И Евангелие дает понимание жизни, которым каждый нуждается. Многие из притч говорят о том, чтобы рассказывать Евангелие. Думаю, следующая притча будет об этом. И я думаю, что главная наша миссия пока Иисуса нет – это умножать себя.